Добрый день! У нас сегодня на семинаре Ярослав Алексеев будет рассказывать про нижнюю оценку для вопшенной системы PC и моделирования системы в резерве. Всем еще раз здравствуйте! Давайте с самого начала введем какие-нибудь определения. Мы будем рассматривать такое вопшение системы полиномиал-кальплес, в котором есть правила извлечения квадратного корня. Здесь на слайде сейчас написано распределение этой системы. Но здесь будет два отличия от системы полиномиал-кальплес. Первое, что мы будем работать не над полями, а над кольцами. И в конце доказательства у нас будет получаться некоторая константа m. И второе, что у нас есть как раз правила извлечения квадратного корня, которое снизу написано. Можно чуть-чуть подробнее? Мы доказываем, что система полиномиальных равенств не имеет решения? Ну да, да, да. Ну, в данном случае да, мы будем доказывать, что система не имеет решения, да. Просто некоторые воспринимают полиномиал-кальплес как пропозициональную систему доказательств, доказывать что-то про формулы. Нет, ну да, мы будем именно с полиномами работать сегодня, да. У нас есть система полиномов на несколькие перемены над некоторым кольцом, и нужно доказать, что она не имеет решения. Да, при этом мы будем считать, что все переменные булевы. То есть у нас равенство x и t f квадрате минус x и t, они включены уже заранее в систему максимума. Да, так. И мы сразу тогда давайте еще определим размер полинома, потому что это будет важно. Значит, в качестве размера полинома мы будем считать, что это значит в случае целых коэффициентов это сумма логарифм всех коэффициентов, а в случае рациональных коэффициентов это, ну, логарифм числителя плюс логарифм знаменателя. Ну, то есть мы считаем, что у нас запись коэффициента, она не бинарная, то есть обычная, побитая. Вот. Так. Ну да, и в качестве кольца у нас будет z или q сегодня. Да, значит, ну и размеры поражения — это сумма размера всех полиномов, которые у нас здесь. А можно на предыдущий слайд вы что-то не про все правила рассказали? Или здесь пока стандартные правила полинома колькулеса? Ну, здесь стандартные правила и правила излечения квадратного корня, которые там вот это последнее. Так. Ну, просто очень быстро прошло. Значит, первое правило — это просто взять полином из исходных, с линейных переменных, сношенопеременных. Излечение квадратного корня. Ну, понятно, что не из любого можно. Ну да, если выполняется такое равенство, то можно его написать. И сейчас, от кольца не нужно какое-нибудь требование, чтобы это правило было корректно? Не, ну в данном случае вообще будем простые кольца брать, которые за толику. Но вообще, по логике, чтобы это правило было корректно, достаточно брать, видимо, кольца, которые без делителей нуля. Ну, понятно, потому что иначе, ну, просто там поставили значение в полином, иначе можно. Такое вроде несложно это замечание. Да, вот. Хорошо. Так. Теперь мы определим систему Extended PC с корнем. Значит, в данной системе мы можем вводить новые переменные Y1 и так далее, YK, которые будут равны каким-то полиномам, которые зависят только от изначальных переменных. Сейчас. Вот, видимо, такие вот полиномы. Так. В данном случае важно, что наши полиномы, они могут зависеть только от переменных X1 и так далее, Xn, но при этом не зависят от Y1. И вот уже в введенных новых переменных они не зависят, потому что тогда у нас ничего работать не будет. Нижняя оценка не получится доказать. А Y2 не может зависеть от Y1? Ну, в том-то и дело, да, не может зависеть, я об этом говорю. Так. То есть это некоторый нестандартный extension, потому что в стандартный вроде бы можно. Да-да, это нестандартный extension, я сразу об этом говорю. Да. Но все равно это довольно сильное правило расширения получается. То есть вот если рассмотреть систему с таким расширением, то сразу же там многие формулы, которые не доказываются обычно от Y2, можно доказывать уже. Даже если вы смотрите. Ну, например, можно доказать... PigeonHone PHP можно доказать. И сетинские формулы можно доказать сразу. А можно это пообъяснить каком-нибудь... Ну, потому что, например... Ну, простое объяснение такое, как на плане со звездочкой, видимо, доказывает эти формулы. Ну, потому что... Как бы это попроще-то объяснить. Но в любой системе с неравенствами эти формулы обычно доказываются довольно легко. Вот. Ну, такой там, типа, известный факт. Ну, PigeonHole доказывается, да. А, ну, да-да-да-да-да. Сетинские, они доказываются на плюс-минс единицей. Легко. Если мы поменяем базис. Ну, а здесь понятно, что мы можем поменять базис. Потому что мы можем просто ввести новые переменные, которые так где-то сделают. Ну, просто мы для каждой переменной x и ты, да, нам нужно сделать так, чтобы у нас каждое равенство x и ты в квадрате минус x и ты превратилось в равенство y1 в квадрате минус 1 равно 0. Вот. Что уже мы получили эти равенства, мы делаем замену переменов везде. И потом... ...которые в виде произведений. Ну, это, по-моему, в статье Григориева, например, написано, когда он доказывал нижнюю оценку на 0.11, там что-то такое и было написано, на самом деле. Это дело... Как-то можно... Ближе к... Да, потому что Extended PCR, оно моделирует какие-то системы... Ну, вот, мы докажем, что оно моделирует Reslin, но Reslin моделирует как-то инплейн со звездочкой, ну, в которой все коэффициенты в унарном виде записаны. Но этого уже, вроде, хватает, чтобы подоказывать. Да, наверное, стоило бы это сказать, я как-то просто... Что? Что еще раз Reslin моделирует? Reslin моделирует как-то инплейн, в котором все коэффициенты унарные, ну, вот эта цепа звездочка. Это над каким кольцом это моделирует? Хороший вопрос. Резлин, наверное, можно взять на тку, а вот Катин плейн со звездочкой... Катин плейн со звездочкой и с вещественными коэффициентами, видимо. Ну, или там страциональные. Да. А чей это результат? Просто я что-то не слышал. Это результат развития саммерета. Это, по-моему, было в той же статье, в которой они определили систему Reslin. Да. Насколько я помню, да. Не-не, может быть, то... Не, ну, в любом деле, даже если я что-то путаю, то, в конце концов, ну, по хп, ну... Ну, ты даже, я сам докальцев в Катин плейн со звездочкой и так далее. Ну, и там, понятно, доказывается, что это на самом деле. То есть она... Ну, она еще в Лоусис Хривери тоже доказывается. Ну, и можно просто, как бы, взять вот это неравенство, которое... Когда в Дакан Лоусис Хривери, просто... Ну, переписать его в системе Xenot PCR, просто задав там... Ну, как произведение каждое неравенство. Вот. Ну, ладно. Примерно понял. Ну, ладно, давайте дальше. Так. Хорошо. Сейчас, вы так... А-а-а! PCR, потому что с... Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А-а-а! Ну, кстати... Кстати говоря, вопрос сразу возник... Из вашей оговорки возник вопрос. Если мы захотим так расширять не PC, а именно PCR, в смысле, полиномил кэккерису из резолюшн, формально нам придется два уровня вводить. Сначала отрицание, а потом вот это вот дело. Это что-нибудь изменит? Кажется, что... Нет, но здесь на самом деле... Сейчас... Сейчас подумаю. Нет, но вот если у нас, скажем, есть переменная X, мы ввели для нее отрицание. Да, я понял. А потом от этого на противе что-то такое, да, в большой степени. И кажется, что если отрицание не вводить, то у нас будет очень много. То есть это вроде как другая система получается, если вводить отрицание и еще разрешить. Да, скорее всего. Ну, возможно, да. Не, но вообще вводить отрицание не имеет смысл, чтобы записывать вот как раз... Ну, pigeonhole principal, его же в произвольном случае, когда у нас нет ограничения на количество... Ну, то есть если мы не рассматриваем его на expander, а просто обычный pigeonhole principal, то его, ну, не получится нормально записать тогда. в Extender PC, если у нас нет отрицаний переменных. Тоже, как бы... Да, наверное, все-таки стоит рассматривать Extender PCR, тем более, что все нижние оценки все равно будут доказываться. Ага, да, тогда надо будет, да. И если действительно так, то лучше сразу так записать. Чуть более сильно. Но сразу еще возникнет вопрос, вот тут вот один уровень, а если, в принципе, два уровня? Два уровня extension variables. А получится ли нижние оценки доказать? Сейчас скажу. По-моему, с двумя уровнями у меня уже не получилось, по-моему. Ага, то есть только отрицание можно вставить, а что попало, не получится, да? Ну, хорошо, да. Поговорили, хорошо, да, давайте дальше. У меня очень интересный вопрос. Ну, допустим, даже без корня кто-нибудь такую систему рассматривал раньше, но она очень естественная просто. Extender PC или что-то такое подобное? Да, да, Extender PC. Ну, рассматривали ее более слабую версию и более сильную ее версию. То есть в одной статье, это вот как раз в которой статья Мули, Питасси и Импориация, да, в которой они доказывали, что в PPC, ну, то есть они рассматривали, значит, более слабую систему, это был Sigma PC, это значит, то же самое, что здесь, только там дополнительно есть условия на полиномику 1, так далее, КУК, что они, по-моему, афинными формами, являются. В смысле линейные? Да, 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 линейные. И до этой системы они доказывали, что она симулирует Катер Плэнс со звездочкой, вот. Ну, кстати, да, вот она симулирует Катер Плэнс со звездочкой, значит, вот там PC с корнем, тем более там все доказывается, в HP, например. Вот. Значит, также они рассматривали более сильную, чем эта система, это значит, система. Ну, такая вот там система была, они, значит, брали вот эти переменные, то есть они разрешали Y1 там, ну, например, Y2 зависит от Y1 и так далее. И они рассмотрели на схему, которая получается, ну, понятно, что вот все вот эти вот Y1, так далее, Y1, так далее, КУК, это вот все, на самом деле, такая запись схемы. Алгебраической. И рассматривали вот такие вот, такие доказательства, где глубина этой схемы ограничена каким-то числом P. И у них есть результат, что при условии, что изначальная формула была бы рождена именно булевой формулой, то есть в классическом смысле, что такая система моделирует Sumo Squares, насколько я помню, ну, и Cutting Planes тоже, уже обычная. Ну, это более сильная система, чем эта, и как доказать для нее нижнюю оценку, я не знаю. Ну, то есть я... Ну, понятно, значит, вы рассмотрели, значит, с одной стороны, сильнее те, что у нас многочлены могут в произвольной степени без ограничений, с другой стороны, слабее тем, что они только от X-ов зависят. Ну, да-да-да, да. Ну, то есть я промежуточные между ними рассмотрел, ну, исправнив с извлечением корня еще. Но нижнюю оценку вы будете доказывать не для булевого случая, а для системы полинома, как я понимаю. Да. Ну, из одного полинома, на самом деле, по сути. Да. Так. Ну, хорошо. Так, окей. Теперь определим все-таки систему доказательств разлин на нас сразу же. Это вот такая система доказательств, которой строчками являются дизъюнкты линейных равенств. И есть следующие три правила вывода. Вообще... Ну, ладно, сейчас тогда оговорюсь тоже. Значит, первое правило вывода — это просто правило резолюции, такое измененное, с коэффициентами альфа и бета. Второе правило вывода — это то, что мы можем сокращать, как бы, тавтология. То есть, там, K равно нулю, где какая-то константа. Ну, неверное равенство. И второе — это то, что мы можем сокращать одинаковые дизъюнкты. То есть, если у нас есть два равна нулю, то мы их можем сократить. Вообще, в оригинале последнего правила не было. Там просто считалось, что в каждом... ну, каждая строчка там записана в виде... Ну, там, как множество дизъюнктов. То есть, там нет повторяющих дизъюнктов, они автоматически сокращались там. Но мы вот это будем делать руками, потому что это просто так удобнее, на самом деле, для доказательства. Но, по сути, это одно и то же. То есть, там, есть моделирование в обе стороны полиномерным. Вот. Ну, и опровержение мы будем называть такой вывод, где в конце получается поставить дизъюнкции. То есть, простое множество. Так. Еще сразу скажем про... Что вы называете системой дизъюнкций, я не понял. Ну, вот... Ой, ну, не системой дизъюнкций, но просто дизъюнкции мы называем. Ну, просто нас каждая строчка — это дизъюнкций линейных равенств. И у вас есть много таких, и вы из них выводите противоречие. Вот это имеется. Да, да, да. Да. Вот. И сразу еще скажем про размер. Значит, мы довольно так свободно напишем, что размером проражения будем называть количество битов, необходимых для записи для доказательства. В данном случае у нас кольца будут... Кольцо, наверное, будем брать кольцом вещественных чисел, поэтому... Ну, будем записывать, в общем, так же. То есть, числитель и знаменатель отдельно. Вот. Вообще... А для вас вещественные рациональные числа не отличаются чем-нибудь? Нет, не отличаются. Ну... Ну да, потому что я, на самом деле... Ну, в данном случае я как-то не вижу большего смысла работать там, типа, не с рациональными числами. Ну, вообще, в принципе, вот все здесь доказательства, которые есть. Я вот две статьи числа про Reslin. В одной статье вообще брали коэффициенты натуральные, то есть там натуральные числа и запись унанная была. В другой статье коэффициенты были рациональные. И там вот тоже было написано про размер что-то такое, но просто потому что там доказывались нижние оценки на количество дизъюнктов. То есть там, на самом деле, автору было неважно, в какой именно форме там записаны числа. Вот. Но в качестве, да, в качестве поля там они обязательно... Вам важно? Да, мне важно. То есть у вас может быть мало дизъюнктов, но большие коэффициенты? Да, 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 да. Вот. Ну, сейчас я на следующем слайде покажу, что я имею в виду подробнее. Так. Ну, вот, значит, сама формула, которую мы будем опровергать. Значит, Parted Summer доказали вот совсем, ну, уже относительно недавно. То, что любое резлин опровержение над полем Q содержит хотя бы 2 степени омегатон дизъюнктов. В оригинале они написали там, что 2 степени от омегатон, это у них именно размер такой должен быть, но на самом деле они там количество дизъюнктов не доказывали. Утверждение. Вот. Мы, значит, докажем тогда две такие теоремы, значит, что любое Xtend PC по опровержению имеет размер хотя бы... именно имеет размер хотя бы 2 степени омегатон. И докажем также, что система Xtend PC над Q полиномиально модерирует резлин над Q. Вот. И в качестве следствия получим, что любой резлин на такое поражение имеет размер хотя бы 2 степени омегатон. То есть формально немножко более слабый результат? Ну, формально, да. Но для более сильной системы. А конкретно для резлин... Ну, я имею в виду про резлин. Да, да. Да, да. А конкретно для резлин ниоткуда, все-таки линейное все, ниоткуда не следует, что если мы умеем что-то делать с полиномиальным количеством дизъюнкций, то умеем с полиномиального размера коэффициентами. Размера. Незначений, то есть с экспоненциальными коэффициентами... Один из экспоненциальных коэффициентов достаточно должно быть. Мне почему-то кажется, что должно быть такое. Должно быть, да. Следовать просто. Я как-то еще не успел с этим разобраться. То есть, ну, да, наверное, следует. Да, надо будет этот момент дописать для ясности. Сейчас вот, по-моему, для Cutting Plains это точно доказано. Не изменяет память. Резлин, кажется, что... Ну, в общем, да. Потом надо этот момент прояснить. Угу. Да. А я правильно понимаю, что корень взялся ровно из-за того, чтобы она модерировала разлив? Или просто это как-то? Да. Это правда. Да. Потому что без этого это не работает. Ну, то есть, когда коэффициенты унаренные, конечно, можно промоделировать, но это неинтересно. Потому что для унаренных, ну, там, типа, нижняя оценка WPN смотреть – это глупое занятие, потому что она просто не получится саму формулу записать коротко. Вот. А для нормальных коэффициентов, да, там, получается, без корня не получится прямо промоделировать. Ну, и тоже я напишу, почему в конце. А нижние оценки для любого корня или только для квадратного доказывающего? Или это неинтересно? Кстати, мне кажется, для любого корня вообще. А если несколько разных корней? Фиг знает. Ну, сейчас, надо посмотреть. Но если у нас корни, если у нас корни все-таки константные, то кажется, что… А, так это одно и то же. Да, да, да. Все моделируется. Потому что можно домножать же потом, а просто брать квадратный. Да, да. Могично. Да, 4. Да. 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 Окей. Так, ну, давайте докажем все. В принципе, доказать это будет довольно простое. Сейчас в самой основной части расскажу сразу, а потом уже там дальше все будет совсем техническое. Так. Ну, да. В общем, сначала мы рассмотрим все это над кольцом Z, целых чисел и просто докажем, что константа в конце будет слишком большая. Вот. Ну, как мы это докажем? Ну, предположим, что… Ну, просто рассматриваем любое простое число, вычтем из него единичку и посмотрим на его битовое представление. Так. Значит… Сейчас какое простое число? Любое, которое меньше, чем 2 степени омега-тен. Ну, 2 степени n. Сейчас, сейчас… Такое ощущение, что вы проглотили несколько слов. Вы посмотрели на вывод, посмотрели на m, посмотрели на делимость, на что на m делится, взяли простой делитель. Нет-нет-нет-нет-нет, наоборот, смотрите. Мы хотим доказать, значит, что число m, оно очень большое. Для этого мы просто докажем, что оно делится на все простые числа, которые меньше, чем 2 степени n. Ну, просто, ну, если число делится на все простые числа, которые меньше, чем 2 степени n, то тогда… Ну, там понятно, что будет двойная экспонент, потому что, ну, можно, например… Ну, это я верю. Ну, да, там какой-нибудь… По-моему, я это делаю через формулу стирлинга и, в общем, распределение простых чисел. Ну, просто их там слишком много. Ну, в смысле, простых чисел меньше, чем 2 степени n довольно много. Это известных примерно 2 степени n. Ну, в общем, да. Это простая часть совсем. Так, поэтому нужно доказать, в общем, что число m действительно делится на все эти простые, но это делается по индукции. Просто мы докажем, что если рассмотреть правильную подстановку в наше доказательство, то, ну, каждая строчка, как целое число, будет делиться на это простое число, которое мы выбрали. А какая строчка? Ну, смотрите, у нас, значит, есть наше PC-опровержение, это вот какие-то там строчки R1 и так далее, ну, полиномы просто. Угу. Да. Мы, значит, будем делать подстановку в каждой из этих полиномов такую, что каждый из этих полиномов будет делиться на наше простое число. Я просто расскажу, как бы там, я думаю, понятно будет, что имею в виду. Значит, вот мы рассматриваем простое число, я стреляю его обидовое представление. Так, значит, дальше мы просто берем вот наше PC-опровержение и рассматриваем такие цииты, чтобы, ну, каждая циита была равна к уитаму от B1 и так далее, BN. Ну, то есть то, что здесь написано. Так. Ну, и дальше мы просто доказываем, что каждая циита именно такой подстановки делится на k плюс 1 для каждого же. Вот. Ну, и тогда понятно, что M оно тоже будет делиться, потому что это просто последняя циита. Это на k плюс 1 или на k? На k плюс 1. Ну, на k плюс 1 получается здесь, потому что мы еще единичку прибавляем в binary-принципе. В смысле у вас в конце печенька? А, да, 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 точно. Я просто немного терапевт делал, если не хотел полностью вычитать все, да. Значит, я так понимаю, что мы просто делаем подстановку, которая все наши extension штуки обнуляет. Зануляет. Значит, а еще оно обнуляет гульские штуки, которые x квадрат равно x, потому что она подстановка ноликов и единичек. А единственное нетривиальное равенство, которое вот это вот единица плюс суммы по степени x, оно превращается в нужное на k плюс 1. Ну да. Ну да, так действительно все делится. Ну да. Оно делится, а все остальные просто нули, а не на все что угодно делятся. А еще. Ну да. Ага. Ну да, просто понятно. Ну вот. Ну а просто дальше, да, действительно очевидно, что при каждом, ну на каждом шаге у нас сохраняется этот вариант, что строчка будет делиться на k плюс 1. Ну потому что k плюс 1 простое. Ну что k плюс 1 простое, это важно только когда мы корень извлекаем. Да, да, да. Это единственный шаг, когда это важно. Интересно, нельзя ли лучшую оценку на m получить так? Ведь простых чисел там много и они какие-то большие могут быть даже. Нет, ну там получается, что, типа, нет, ну хорошо там на саду. То есть есть такая верхняя оценка на произведение всех простых меньше данного? Нет, ну верхняя оценка понятна, просто произведение всех чисел, факториалов. То есть, ну, серьезно. Ну, 2 степени n факториал, кажется, 2 степени n факториал, все-таки оно побольше, чем то, что вы написали. Да, оно там побольше, действительно, но... Ну, не сильно, да. Ну, не сильно, да. То есть там, на самом деле... Нет, ну, во-первых, там можно омега от n перетащить чуть пониже на один шаг. То есть 2 степени омега от 2 степени от можно сделать. Я там так и написал, на самом деле. Ну, в принципе, да, то есть там какое-то серьезное изменение там сложно добиться, мне кажется. Да, слишком много не выигрывается. Так, ну ладно, в общем, я думаю, я перематываю этот слайд дальше. Так, ну ладно, теперь нам нужно просто показать, что эта система над z моделирует эту систему над q. Вот. Ну, это довольно техническая такая теорема. Там тоже ничего сложного нету. Я ее в два шага сделал. Один шаг я не стал здесь расписывать, потому что, ну, не очень интересно, на самом деле. В общем, первый шаг мы просто можем сказать, что, на самом деле, все наши полиномы, которые мы вводим при помощи extension rule, они целочисленные. И при этом размер доказательства увеличится не сильно. Ну, для этого нужно просто, на самом деле, заменить каждый полином на то же самое полином, умноженное на константу. И при каждом правиле вывода, когда мы там домножаем на y, по-моему, еще разделить на константу. И все сработает. Вот. Ну и дальше, уже используя это, мы можем доказать, что по индукции, что если у нас есть какой-то вывод над q, то мы можем преобразовать его в вывод над... Черт, не поменял q на z. Сейчас преобразовать вывод над z от того же самого... от той же самой системы. Вот. Меня только смущает то, что не выводится, на самом деле, формулировка, что знали, от чего полином зависит. Не, ну полином зависит только от... ну, полином ни от чего не зависит, в данном случае. Какая-то... ну да, 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 он внешне будет. Система не зависит. От чего мог бы зависеть полином? Там полином получается что-то типа с четвертой, на самом деле. Что-то такое. Насколько я помню. Вот дальше, на самом деле, более подробно написано. То есть там получилось, что вот изряд там на... еще раз там на исход. Домножить и, в принципе, этого хватит для того, чтобы там забить наши доказательства. Ну, кажется, что действительно не должно оно расти сильно. Ну, там нужно просто есть... там есть, значит, две тонкости. Значит, что не получится просто там домножать на константу каждую строчку, потому что тогда констант слишком сильно взорвется. То есть там нужно каждый раз просто... Ну, вот, увеличить, короче, длину ДКС примерно там в квадрат раз. То есть, если там была ДКС, там длина ТЭК, там должно стать там что-то типа ТЭК. Вот, там полицию удлинить немного. И тогда, вроде, там довольно легко получается. То есть, совершенно там, ну, небольшой рост там константа выходит. Вот. Сейчас, а как именно вы удлиняете? Ну, смотрите, значит, мы берем... Ну, нам нужно, чтобы выполняется вот такой вариант. Сейчас я... Нам нужно, чтобы выполнялось вот это. И поэтому, значит, на каждом шагу мы будем дописывать, значит, конец нашего доказательства, хотя бы вот столько строчек. То есть, на этом шаге мы будем еще и строчек конец дописывать. Вот. Ну, просто здесь получается так, что там есть одно правило, которое, ну, вот... Сейчас... Как это... Значит... Правило квадратно... Нет, тут квадратно... Все легко. Вот, значит, с рациональными числами у нас здесь получается, что нам нужно... Чтобы у нас часть строчек была, значит, домноженная, часть поделенная. То есть, поэтому нам нужно, чтобы... То есть, нам нужно копии строчек, на самом деле, здесь старых. Просто, значит, с разными константами. Потому что мы же над целыми числами собираемся работать. Вот. Вот. Ну, и поэтому вот здесь приходится вот так вот удлинять доказательства заметно. То есть... Ну, на... И строчек. Вот. То есть... Сейчас. То есть, мы используем одну и ту же старую строчку, домноженную на констант, и считаем, что... Просто у нас констант не очень много, потому что за один шаг по одной константе максимум новый получаем. Ага. Вот. Ну, и константы там, получается, тоже небольшие, потому что, ну, мы их там берем... Ну, вот эти какие-то константы, получается, там несколько... Ну, произведение каких-то знаменателей из нашего старого доказательства. Но понятно, что размер вот такой констант, он не превосходит S. Здесь это размер изначального доказательства. Вот. По смыслу тут что-то такое получается. Ну, и еще там нужно аккуратно разобраться там с квадратным корнем, потому что на Z чуть-чуть хитрее работает, но... Там просто можно взять произведение всех знаменателей в полиноме, который мы хотим, значит, извести в квадрат. И домножить, значит, нашу всю предыдущую строчку там на вот эту константу. Вот. Ну, то, что там, получается, рост не очень большой. Вам такое утверждение вообще нужно только для того, чтобы воспользоваться предыдущим утверждением про делимость? Ну, да. Ну, вообще, делимость можно определять и для рациональных чисел. И, возможно, просто вы точно так же можете над Q провести то же самое доказательство. Не, ну, над Q же у нас в конце может единица получится. Ну, насколько я понимаю, там проблема получается в том, что, то есть, ну, как бы, как-то можно, конечно... Ну, то есть, по-моему, с делимостью над Q именно получается вот та же проблема, что проще, по-моему, доказать, что над Q... То есть, что система над Z моделирует систему над Q, потому что, во-первых, это правда, а у вторых, значит, что у системы над Q у нее же... Ну, там, скажите, они как-то себя хитро ведут. То есть, ну, в конце просто единица может получаться, например. И непонятно, что с делимостью делать. Ну, или, может, я не понимаю просто, как это делать. Ну, это единица же не просто так получилось. Нет, ну, я понял, да, что, может быть, как проще. Нет, еще, на самом деле, есть такой момент здесь любопытный, что, на самом деле, нижняя оценка над Z, она работает и для более сильных систем. То есть, на самом деле, вот, как раз, когда мы доказываем нижнюю оценку над Z, нам не важно вообще, что... Нам не нужны условия, чтобы... ...поулысты. ...что происходит. Ну, да, действительно, стоило рассказать просто. Ну, и тогда можно доказать следующую теорему, что если есть какой-то резлин-вывод размера S, тогда существует external PC-вывод из вот объединения вот этих вот штук с крыжечкой, которые оканчиваются на вот последнюю из этих штук с крыжечкой. Ну, и размер S, полиномат S какой-то. Вот. Ну, и доказать. Сейчас, на что? Кончивается? Я ничего-то не понял. Ну, имеется в виду то, что мы в конце выведем все-таки, значит, номерное равенство вида Y1, тогда Y3 на нулю, и вот... Ну, сейчас я что-то рисую. То есть, что в конце мы выведем, на самом деле, и вот это равенство, и вот такое равенство для вот этой штуки. Так-так-так-так. Чуть-то я запутался. Значит, резлин-вывод — это мы вводим пустой дизъюнкс, правильно? Ну, в данном случае можно как-то... Ну, можно просто же рассмотреть любой корректный вывод резлин, то есть это не обязательно пустой дизъюнкс в конце. Ну, по сути, да, мы хотим это использовать для того, чтобы сказать, что да. Ну, хорошо, хорошо. А, все, понял. Реакию мы просто выводим из множества линейных дизъюнкций какой-то дизъюнкс ДЛ. Вот. А сейчас... И вы каждой линейной дизъюнкции сопоставляете систему полиномов? Да. То есть вы выводите прямо вот эту систему? Угу. Да. Окей. Вот, да, то, что вы здесь Y используете, не значит, что это экстеншн переменный. Это просто так. Нет, я это использую именно как экстеншн переменной, на самом деле. Ну, там все равно... Ну, тогда это... Сейчас. Ну, да. Я тогда ничего не понял. Сейчас. Ну, в общем, в любом случае, как бы, я не буду навешивать дополнительный экстеншн уровень поверх на Y. Это точно. Ну, там, значит... Сейчас, как бы, сказать... Да, то, действительно, не очень удачная запись получилась. Вот. Так. Ну, я понимаю, как просто Y это переменная, они не имеют отношения к экстеншн. То есть, экстеншн там как раз может быть какой-то еще внутри. Ну, вот, на самом деле, этого внутри экстеншн еще не будет. То есть... То есть, даже без экстеншн, получается, можно экстеншн удалить в формулировке. Сейчас, смотрите... Сейчас, на Y это же новые переменные, я что-то не понимаю. Сейчас, смотрите, Y, в данном случае, это новые переменные, которые мы, типа, вводим. Ну, то есть... Сейчас, нам, смотрите, нам, как бы... Ну, эти Y уже есть в Q1 со шляпкой, QM со шляпкой, поэтому... Да, действительно. Они не экстеншн. Так. Ну, короче, тут слово экст не нужно. Нет, ну, слово экст, я бы не сказал, что оно не нужно, потому что... Нет, в смысле, оно не нужно, если мы написали, что Q1 со шляпкой и так далее, то тогда у нас уже вывод будет уже не в XPC, а просто в PC. Нет, нет, но там все равно будет в XPC, потому что нам нужно будет новые переменные вводить для получающихся дизъюнктов новых. Ага. Но они не будут каскадироваться над Y-ками. Угу. Да. Блин, надо было видимо... Надо было, значит, теорему просто формулировать до того, как вводить эти шляпки. Ну да, просто с произведениями, видимо, сформулировать надо было. Сейчас. Я не понимаю, как ее вводить до шляпок. В смысле, теорему сформулировать? Ну как, теорема очень простая. XPC с корнем моделирует Reslin. Вот вся теорема. В общем, да, как-то так. Нет, ну по сути можно просто на самом деле сказать, что мы не будем пока вводить новые переменные, то есть вот сразу скажем, что пусть у нас есть какие-то дизъюнкции неравенств, мы бы заменим просто каждую галочку на произведение, то есть вот точечку нарисуем здесь. Непонятно, что такое моделирует, потому что система работает с разным. Одно работает с системой полиномов, другое работает с дизъюнкцией неравенств. Надо вспомнить еще какую мы имеем в виду трансляцию чего-нибудь, действительно, да. Да, как-то неудачно вышло. Ну, нам важно, нам важно сохранить что? Наверное, нам совсем важно сохранить трансляцию одиноких равенств, вот как это самое БВП, но она сохранится автоматически. Нам важно сохранить трансляцию булевских, но это тоже одинокие равенства, они тоже сохранятся автоматически. Вот, а кроме этого вопрос только трансляции, грубо говоря, KNF-ов. Вот, как KNF-ы записывать в EXT-PC, видимо, как в PC, да, то есть нужно, ну вот, да, лучше было, конечно, PCR, а не PC. Да, PCR нужно все-таки взять. Чтобы любые KNF-ы можно было транслировать. Зачем любые KNF-ы, если здесь у нас равно, можно написать нулю, равно единице, то есть с отрицанием вообще нет проблем. Ну, вот эту теорему, которая здесь написана, я понимаю. Или это просто не то, что вы хотели сформулировать? Не, ну это не совсем то, что мы хотели сформулировать, видимо, потому что, да, то есть как бы доказывать это, ну, то есть именно хотелось доказать, что типа именно моделируется система, причем, что, что нет никакого, как бы, сверху, как бы ничего не навешивается. Вот, знаете, переменные Y-киты, которые мы получаем при трансляции. Вот. Ну, ну, в любом случае, да, то есть на самом деле можно просто убрать, видимо, Y-киты и заменить, как бы, вот это произведение Y-1 и так далее. Блин, Y-киты на просто произведение вот таких вот, на произведение вот этих штук. Вот. Ну, желательно, конечно, чтобы еще размер как-то не вырос, ну, ладно уж. Типа, вывести-то вывести. Сейчас. Черт. О каком правильном моделировании говорить действительно непонятно, пока мы это не собираемся как-то применять, потому как у Reslin и у PC разное множество, с которыми они работают, то есть, в частности, в PC отсутствуют дизюнкции. Вот. Поэтому, если их классически, то есть можно либо классически их рассматривать как систему пропозициональных доказательств, это один вопрос. нам для того, что в результате получается, это не то, чтобы было интересно, но так для дела и для классики, видимо, можно убедиться в том, что они друг друга моделируют как систему пропозициональных доказательств, особенно если там PCR будет. вот. А как алгебраические системы друг друга моделируют, но Reslin не алгебраическая система, а не пойми что. поэтому, ну вот, мы разве что можем убедиться в том, что комбинация всех этих результатов дает действительно нижнюю оценку для Reslin для этого самого БВП. Ну, я не знаю, как еще более красивые утверждения тут сделать. Ну, то есть, утверждение это можно теорему, понятное дело, сформулировать просто и честно, что если у нас вот такой вывод и есть вот такой его перевод, не вывод, в смысле перевод, конечно, а исходная система. Есть исходная система дизюнкций, есть вот такой вот перевод, и у этого без игреков, да, просто там, наверное. Хотя нет, без игреков нельзя, потому что будет слишком большая степень. Слишком большая не степень, а... Ну, там размер слишком большой будет. Там будет слишком большой размер, да. Ну, вот есть такой перевод, и есть вот такое доказательство. И в нем вот это очень длинно получается формулировать, но это правда жизни. Но в нем новые переменные не... Как-то они могут быть, видимо, через иксы все определены непосредственно, а не через иксы. Честно, если это теорема применить к БВП, то вроде все нормально будет, там можно без игреков обойтись. Ну да, потому что в БВП ни одно... в исходных ни одной дизюнкции нет. Ну да. Уж тем более длинные. Ну, то есть формально там один игрек появится, наверное, можно что-нибудь сделать, чтобы один игрек не появлялся. Ну, можно просто формулировать без игрека, и на самом деле там методирование точно так говорится. Например, вместо игрека один писать, чему он равен, в этом равен. Ну да. Да-да-да. В общем, как угодно, да. Ну да. Ну да. Ну да. В общем... А можно же, кажется... Может, это даже и было, там... Не помню... Там вот Санверито с кем-то, а может и не было. А можно же еще формулировать хитроумно вообще дизюнкции, не в смысле эти дизюнкции, а я имею в виду клозы. Можно же клозы линейными еще записывать как линейное равенство, вводя новые переменные. Типа там, если мы хотим сказать x или y или z, мы можем написать, что x плюс y плюс z равняется 1 плюс a плюс b, где a и b новые переменные. Булевые тоже. Но это просто еще альтернативный какой-то такой вариант уже. Я что-то не понял. Ну, можно... Есть такой... Можно клоз записать... Понятно, что клоз можно записать линейным неравенством. x плюс y плюс z больше либо равно 1. А можно линейным равенством записать, но тогда понадобятся дополнительные переменные для того, чтобы этот, так сказать, эксцесс этого клоза лишнее куда-то здесь. Раз. Еще раз. Как? С y и z вы предлагаете как записать равенство? x плюс y плюс z равняется 1 плюс a плюс b. a и b это новые булевые переменные. Три нолика по-прежнему не подходят, потому что справа единица есть, а любые для любых других мы a и b подберем. Ну, да. Вот можно еще так вот клозы переводить. Ну, это, в общем, мы немножко уклонились в дискуссию полезную. Да, нужно будет в тексте это поменять тогда, действительно. Так. Ну, да. Ну, собственно, доказательство очевидно более-менее. Да. Ну, просто каждый шаг моделируется. Если у нас есть такие равенства, то… Сейчас, но в модели… Доказывайте вы ровно то, что сейчас и других экстеншен-переменных не будет или будут еще? Будут другие экстеншен-переменные, конечно, потому что нам же нужно все-таки вот для каждого… Ну, для каждой дизюнкции нам нужно ввести… Ну, для каждого линейного равенства встречающихся дизюнкций нам нужно ввести свою экстеншен-переменную. А, ну да, кстати, да, можно же просто на самом деле заранее всех повыводить и потом сказать, что у нас просто есть PC-вывод с корнем, да. На самом деле, никакой проблем в этом не будет. Да, наверное, так… Просто все новые переменные – это линейные комбинации старых. Да. Вот для такой системы PC с корнем вывод без всякого экст. Ну, их потенциально бесконечное число, но используется только конечным. Угу. Да. А где квадраты нужны? Квадраты нужны там, когда мы сокращаем одинаковые слагаемые. Потому что… Ну, вот здесь как раз это тоже написано, что… Вот они нужны вот в этом шагу. Так, шаг… Так, шаг… Вот здесь. Потому что, ну, вот у нас Y1 – это повторяющаяся какая-то переменная. Вот из нее тогда нужно ввести вот такой равенства будет. А из него уже получается, ну, убрать эту повторяющуюся переменную. И в обычном их станут PC-ку такое не получится. Потому что, на самом деле, вот есть такая теорема. Квадраты нужны, когда мы вспоминаем, что дизюнксы – это множество. И это уже… Наши коллеги и компания уже не раз на этом моменте накалывались. Ну, один, некоторые участники семинара знают, а другой… Вот так. Вот так. Все исправляется, потому что… В их статье с Разума, которая Резлин вводилась, там все исправляется, потому что там унарные коэффициенты. Но написано, там вот Ярослав обнаружил, что там написано тоже нехорошо. То есть написано так, как будто бы эти дизюнксы на халяву схлопываются, одинаковые члены в них. А халява есть только в Резлин. И при попытке что-то промоделировать халява кончается. Сейчас… А вот эта теорема, она очевидная? Почему нельзя корень извлекать? Ну… Ну, в принципе… Ну, как сказать… Ну, на Z она доказывается точно так же, как мы доказывали нижнюю оценку просто для равенства 2PN. То есть там получается так, что вот мы должны… Ну, мы… Сейчас… Там мы получали противоречия, тут мы все-таки вывод делаем, поэтому непонятно, как… Сейчас на Z… Сейчас, смотрите, я вам скажу, как это работает. То есть там… Во-первых, на Z там немножко другая ситуация, потому что все-таки… Ну… Мы там с нормальным PC работаем, поэтому у нас вот это равенство, которое… Ну, этот полином, который 1 плюс x1 плюс 2x2 плюс так далее… 2 минус 1xn… Он должен представляться там в форме… Как в нашей организации. То есть там… P1Q1 плюс P2Q2 плюс P3Q3 и так далее. Вот. Значит… Поэтому получается, что… Мы можем сказать, на самом деле, что у нас каждый из полиномов, который там будет… П1, P2, P3 и так далее, будет делиться просто на… К плюс 1 в квадрате. Для каждого числа… К плюс 1. Просто любого, даже не только простого. Но из-за того, что есть делимость на квадраты, у нас на самом деле там нигде не происходит никакого извлечения корня, ничего такого, то и в каждом получившемся там полиноме, который у нас там по ходу вывода получается, у нас должна быть делимость на k плюс 1 в квадрате. Вот. Ну и значит, что мы вот перед этим полиномом в PCZ выводе должны переписать какую-то константу m, вот так вот. Вот такое районство будет. Где константа m должна делиться на… Ну, на все простые числа, там от 1 до 2 в степени n. Вот. Ну, а дальше просто уже, когда мы это знаем, мы можем воспользоваться тем, что там… Доказательство над… У транслируется уже в доказательство над z, без особого увеличения размера. И так получится нижняя оценка. Хорошо. У меня вот это утверждение выглядит настолько простым, что кажется, что можно ответить на такой вопрос, а есть ли доказательство, которое действительно большое только за счет коэффициентов, а на самом деле длина его маленькая? Скорее всего, нет, потому что на самом деле мы можем… Ну, тогда… Если это так, то тогда выполняется гипотеза Шуба Смейла о том, что есть маленькая арифметическая схема для n.f. Умножить на… Ну, для такой штуки. Угу. Потому что, на самом деле, ну, если есть короткое доказательство, да, то есть… Ну, в смысле, которое мало там шагов там, да, то… Или полиномы не очень большие, то… Ну, или просто… Ну, да, в общем, какое-то такое если есть, то тогда, получается, есть короткая арифметическая схема. А если есть короткая арифметическая схема, тогда получается, что можно посчитать вот эту штуку довольно быстро. Вот такой. Это тоже не наш случай. Скорее всего, это неверно, но там… Эту гипотезу вроде никто там уже много лет не может доказать, так что… Непонятно. Окей. Ну, вот. Так. Ну, и последнее, что я хотел сказать. Ну, это так, скорее, просто упомянуть то, что на самом деле, когда… Ну, да, если то, что уже упомянул, да, от Алексеевича… Потому что, если вы смотрите все коэффициенты, если все будут они в лунарной записи, то тогда, на самом деле, нам не нужно про изучение квадратного корня, чтобы промоделировать резлин. То есть, это… Ну, там можно там… Ну, в общем, просто там можно пошагово промоделировать. То есть, на самом деле, если у нас есть какое-то линейное равенство в квадрате, которое равно нулю, там, в котором все коэффициенты маленькие, то на самом деле, такой вывод можно произвести в PC довольно коротко, с новыми переменными. Вот. Это я, к сожалению, не успел уже дописать, но это, на самом деле, не очень интересно тоже. Там такой… Да, это стандартный трюк используется, что мы просто каждое неравенство заменяем на равенство. То есть, там… Если есть, там, какое-то неравенство, там, один и так далее, PCN больше, чем, там, что-то, то мы просто заменяем на произведение, где перебираем все возможные значения этого неравенства, и все. То есть, там, примерно таким трюком это делается. Не очень сложно. Сейчас… У меня еще вопрос по доказательствам. Где-то мы все-таки еще… Мы все extension-переменные, вообще, сразу… Мы посмотрели на доказательства Reslin и сразу их ввели для всех, которые там возникают… Да, да, да. На самом деле, самая нормальная вариант – это ввести сразу все эти extension-переменные для всех линейных равенств, которые появляются в наших дизъюнкциях, и просто потом произвести обычные PC-доказательства. Ну, потому что нам что, на самом деле, нам нужно доказывать просто, что вот… Если у нас вот есть какая-то новая переменная, да, что она, например, равна альфа… Вот Y1 плюс бета Y1 шприка для каких-то двух старых переменных. Ну, это понятно, можно сделать, если у нас уже даны заранее террористы. Нам не нужно для этого вводить никакие новые переменные. Вот. А все остальное, как бы, у нас и так само автоматически есть. Нам только это и нужно. А еще такой вопрос. Ну, вот, а раньше для PC были какие-то нижние оценки, которые не использовали оценку на степень? Я не видел. То есть даже, по-моему… Ну да, то есть, по-моему, все использовали, которые я видел. По-моему, даже вот в этой недавней оценке над плюс-минус единичками там тоже нижняя оценка на степень использовалась. В смысле? То, что Дмитрия Оляговича, который… Да, да. Дмитрий Олягович. Он уже… А нет, он еще тут… Может быть, есть какая-нибудь связь между таким методом и оценками на степень для чего-то другого? Ну, точно не знаю. Не знаю. Хороший вопрос. Но здесь как-то со степенью вообще довольно тяжело все, потому что, когда есть экстеншн-переменные новые, то что-то доказывать про степень – это довольно гиблое дело, мне кажется. Нет, ну, нижние оценки же работают без экстеншнепеременных тоже? А, в этом смысле? Ну, да. Они работают, конечно, без экстеншнепеременных. но просто все нижние оценки на степени они же все-таки связано с нижними оценками на число маномов а я вот на самом деле не знаю как связывать нижние оценки на пока не знаю как связывать нижние оценки на размер константы с нижними оценками на количество маномов Потому что, в принципе, это не совсем одно и то же. Точнее, совсем не одно и то же. Надо подумать над этим на самом деле. А если бы не было экстеншна, но был корень, можно доказать что-нибудь для каких-нибудь нормальных формул, а не для этой арифметической штуки? Для каких-нибудь КНФ? Если бы был корень, сейчас скажу. Ну вот непонятно, на самом деле, можно ли было что-нибудь доказать, потому что не знаю, не знаю. Насколько я знаю, если взять систему с корнем без экстеншна, то там, по-моему, нижняя оценка на степень транслируется, нижняя оценка на количество мановых. Как ни странно. Вот, так что... Сейчас, на степени количества мановых, да. Но непонятно, как доказывать нижняя оценка на степени, потому что, собственно, есть правила изучения квадратного корня. Но, скорее всего, можно. Так что я вот не знаю. Окей, спасибо. А над каким-нибудь конечным полем без шансов таким образом что-нибудь доказать? Над конечным полем, да, скорее всего, ну... Так, а есть вообще над конечным полем глубокий смысл в корне? Но есть она константная. Не-не-не, я без корня просто про этот метод. Нет, над конечным полем, наверное, как-то тяжело будет. Но над конечным полем вообще как-то все очень интересно работает. То есть, например, над конечным полем очевидно, почему резлин можно просимулировать в Xtend PC в принципе. То есть там корень не нужно для того, чтобы помоделировать. Кстати, над конечным полем, по-моему, и нижние оценки на размеры байнари-вали принципов просто неопределить над конечным полем, во-первых. То есть над конечным полем вообще по-моему нет нижних оценок над резлин для резлин. Да, обычно. Ну, в данном конечном поле есть какие-то оценки. Нет, да, ну, в данном конечном поле, скорее всего. Возвращаясь к вопросу Артура, значит, на самом деле с корнем, что-то у нас с Дмитрием Юрьевичем было, помнится, это самое с трюком Рабиновича. Насколько там было важно, что там формулы, но формулы тоже делаются как экстеншн, в принципе, если не очень сложные. А для самов скверс так не удается ничего получить? В смысле, через размеры константы? Ну, да. Ну, или как следствие из этого. Что-то говоришь, что что-то моделирует самов скверс. Нет, ну там... Там другое моделирует самов скверс. Смотрите, там самов скверс моделируется в случае, когда формулы булевы, во-первых. То есть изначально, которые нам дали на вход. Ну, да, вообще систем с неравенством и так доказывать нижнюю церковь тяжело, потому что там... Да, вообще, как ситуация, там никакой делимости нету, потому что, ну, везде неравенство. Но они обычно не дают никакой делимости, потому что есть несколько вариантов значений и так далее. Так что непонятно пока, не знаю. Может, что-то придумается, может быть, нет. Сложный вопрос. Сейчас, а... Да, вот это же действительно и было точно. Про правую вот там только было. То, что это предыдущая теорема. Что... Что вот как раз вывод одного из другого... Не одного из другого. Вывод, выводить... То, что выводить и опровергать, это одно и то же. Вот для этого нужен корень. Вывод в писи или опровержение в писи. Вот. Что вы, что, что, чтобы из одного другое делать, вот для этого корень был нужен, да. Я не понял, что значит... Ну, что такое вывод в писи? Ну, мы выводим что-то в идеале. Понятно, что ничего путного мы на самом деле не выведем, но когда у нас там какой-то экст, там, может, что-то все-таки более путное выведем. А опровержение, это мы взяли изначально систему и получили в итоге 1 равно 0. Ну, скажем, вот в системах фреге, если мы можем вывести, мы можем опровергнуть, если мы можем опровергнуть, мы можем вывести. Вот. Для писи, особенно если речь идет не о КНФах, а о каких-то алгебраических произвольных каких-то полиномах, так вот просто это не получится. А вот с корнем получится. Сейчас, а в Афреге, если мы можем вывести... А что такое отрицание, утверждение для... Нет, но в Афреге, если мы можем вывести F, то, значит, из не F мы можем получить противоречие, но это очевидно. Если из не F можем получить противоречие, то мы можем из аксиом вывести F. Вот. Для алгебраических систем, если речь идет не о трансляциях КНФов, а произвольные алгебраические штуки, так просто не получится. Ну, по крайней мере, не получится. Сейчас, если у нас везде X квадрат равно X, то, наверное, получится. Но вот насчет того, чтобы размер от этого не изменился, вот так вот не выйдет. А с корнем выйдет. Ну, а это все происходило... Это все происходило... Мы, наверное, все-таки использовали, что это формулы, а не просто с мумомомов. Хотя там один уровень, по-моему, лишний. Так что, в общем... Может, и VX... Но это надо разбираться. Я уже не помню, это было 20 лет назад. Может, и VX что-то такое можно сделать, с одним уровнем на этих переменных. А то есть, я правильно понимаю, что для Z получилось там без... В смысле, прямо вот Extended в общем смысле вывести? Да, это правда. Там на самом деле получилось в общем смысле, но не получилось именно трансляцию сделать. А почему... А сейчас... А для Z это почему-то, типа, менее интересно, чем для Q? Или это просто... Ну, для Z вообще такой случай, как бы, такой немного странный, например, потому что там, например, ну, там, наконец-то, например, на единицу не заканчивается. Ну, то есть... Сложный вопрос, как бы, что интереснее. Ну, то есть, над Q как бы более, в принципе, такой общий случай, какой-то более разумный, потому что, ну, над Z может такое произойти, что там константы будут наращиваться, видимо. Хотя, ну, кстати, тоже подумать вообще, действительно ли такое может быть? Ну, мне кажется, что... Нет, Z мы можем разрешивать. Вопрос, что такое над Z? Можем ли мы делить? Ну, вот делить мы не можем, да. То есть, можем ли мы делить на константу, если все на нее делится? Нет, на самом деле, кстати, еще над Z с экстеншном есть такая проблема, что там вот все эти полиномы, которые, ну, там, если мы рассмотрим просто там эти новые переменные как части схемы, то там на самом деле могут быть какие-то совсем простые полиномы, но при этом значения, которые они принимают, ну, там какие-то могут быть безумные совершенно. То есть, и из-за этого как раз возникает, может возникнуть большая константа в выводе, чего, в принципе, нет в выводе на ТКУ. Вот, поэтому как и на ТКУ более интересно. Чуть-чуть. Продолжение следует... Мне кажется, интересно, хоть что-нибудь вывести не про битого размера, а про там количество строчек вывода или что-нибудь. Мне кажется, хоть какой-нибудь вот вывезли на самый кандидат. Ну да, в Резлине это действительно возможно, потому что как-то ну, из-за самой какой-то системы, то есть там, в принципе, я думаю, да, если мало строчек, там не должно возникать больших константов. Тогда это будет значительный... Тогда это будет вот интересно, вот что вот такая вот, такое теоретико-числовое рассуждение могло доказать именно не на длину коэффициентов, а на количество строк вывода. Вот если получится, будет гораздо интереснее, кажется. Да, это должно быть. Мне кажется, что ну, в Резлине действительно, как мы можем вообще получить огромные коэффициенты коротким выводом. То есть я понимаю, что мы можем, конечно, просто все умножить на производное число в любой момент, но мне, честно говоря, кажется, что в любой системе, в которой... Вот надо только проверить, что тут нельзя бесконтрольно возводить в квадрат, но мне кажется, что в любой системе, в которой нельзя возводить в квадрат, нельзя получить тортко слишком больших коэффициентов. Ну, надо, естественно, да, надо это доказать строгу. Получить это следствие. Как раньше говорили уже, да. Лучше. А чего здесь какая-то теорема прорезли на N написано? Что тут за... А, ну это я про нервные коэффициенты хотел сказать, все-таки упомянуть то, что там... У меня глаз зацепился за то, что тут возникли натуральные числа вместо целых. Ну, вообще, в оригинальной статье, как раз, и были натуральные числа, и вонарная запись. Ну, той самой первой, которой на ранее раз. То есть там... Отрицательных коэффициентов не было? А, ну, да, там натуральные числа, да, были, конечно, на коэффициенты, я просто уже ночью все писал, у меня там все смешалось в голове. Да, 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 там целые коэффициенты были. Целые. Да. Сейчас. А в чем разница этого утверждения? Вы вроде доказали, что полиномиально моделируют для бинарных, но если для для уна... Бескорня. Бескорня. А, Бескорня. Бескорня. Ага. Да-да-да. Ну, конечно, так ничего не получится, но на самом деле Reslin над Q моделирует Reslin над F2 для КНФ-ов. Это в какую сторону? Просто Reslin над Q моделирует Reslin над F2. В смысле, Reslin над F2 слабее? Да. Ну, а это правда для КНФ-ов. Но можно посмотреть... Ну, нет, просто такую, конечно, вы в Reslin на F2 вообще не запишите. По-моему, у парты Цимирета может быть для других модулей тоже ответ есть. Не знаю, только ли F2 модулирование есть. Тут дело такое, конечно, на F2 такое не запишут, но на F2 можно записать вот эту вот сумму. Можно, ну, вместе с этими всякими там эддерами записать. То есть, можно, можно записать побитно, выразить каждый бит, каждый бит суммы. Вот. Но вопрос будет, если это какой-либо толк, потому что тем более, что у нас тут довольно банальная такая сумма. мне кажется, какого-то особого смысла не будет, скорее всего, учитывая, то какая сумма, то есть, там довольно быстро противоречие доказывается, я думаю. Ну, может, мне кажется. непонятно. Ну, сумма такая какая-то, да, банальная, но непонятно. Ну, мы должны по индукции доказать неотрицательность, по индукции, по индукции, но если нам дают ее сформулировать, эту неотрицательность, сформулировать ее сложно. Не, непонятно на самом деле, то есть, поскольку мы, записывая вот эту штуку, записывая эту штуку, сложение вот это вот и вычисление каждого бита, мы записываем это схемой, вводя новые переменные для каждого нового гейта, а потом мы берем и резко запрещаем, если вводить новые переменные или даем только один уровень вводить, то тут могут быть произвольные спецэффекты. Может, и не докажется, может, и не будет короткого вывода запросто. Ну, другое, просто это немножко, ну, а что искусственно, у нас вот есть такая формула на входе? да, там много разных переменных. Ну, непонятно, в общем, так это, не безнадежно, но непонятно. Другая явно совершенно, конечно, вещь будет и совершенно другие доказательства, если это вообще может быть. так, чего вы все, или вы еще чего-то рассказывать будете? Это у меня уже все, я больше мне нечего рассказать. Я так понимаю, что и вопросы закончились. Тогда я выключаю запись.